Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А левая колонка это существующий стан А потом за ней очень похоже на нее Это для Дальтонникова похоже Для специалистов нет, там есть разница Тут перспектива Я наблюдаю в 2002 году на выставке в Берлине Куда возила Украина киевский геймплан Реакцию людей, когда они смотрят на этот геймплан Сзади там японцы висят на четвертом форматике Все так прикольно Тут подходит к геймплану И точно так отходит от него, как вот здесь в Киевском доме Архитектора Та же самая реакция, когда концепцию рассматривали Человек подойдет Посмотрит, а потом Если его вдруг кто-то видит Он же может показаться не профессионалом Что-то я не понял Если он цвета не очень отличает И отходит Тут же посмотрите, вот в первой строке Иснущий стан, а тут перспектива То специалисты только смогут отличить А при этом есть вот проект Центральной части Киевина Я ничего не понимаю По-немецки ни слова Все понятно мне про этот план Тут дальтоники разберутся вообще В разнице в цветах Не надо тесты устраивать А тут надо Меньше всего я хочу Как-то Не то, что обидеть Это вообще, конечно, никто не может хотеть А даже замечания делать авторам Генкана Они реалисты Они несут ответственность за то, что они Точно обгадают, что будет в 2025 году В этом определяется Этим самым Вот их попаданием Определяется качество Этого проектного продукта И поскольку они точно знают Ну, вот с этой Социально-политической ситуацией Давайте так ее назовем Что-то может произойти Из-за этих Сука там осталась Поэтому рисуют так Что такое впечатление Что это сделано где-нибудь На два или на три года вперед Мне кажется Даже если вы разберетесь там Со вкусом все нормально По развлечению цветов Там все равно будет Недостаточно идей В этом есть проблема А пипы уже Салют Потом памятники Про пафос какой-нибудь Елку можно поставить Которая с бюджетом Небольшого населенного пункта Годовым сравнима А под самым Майданом Вот центральная Театральная касса страны Вот так выглядит Может Есть еще одно предположение Я отгадываю То есть Самое интересное Для меня было Подготовки этой лекции Это Собственно Объедать за собой Что там происходит Страшно интересно Вот если вам придется Что-то такое Случится возможность Обязательно займитесь Таким исследованием Может дело в секретности Дело в том Что от Савката досталось Там все секретно Я вот Я общался Недавно С уважаемыми людьми Из Центрального проектного института Который города проектирует По всей стране Они говорят У нас секретно У нас интернета нет Вот я думаю Может это есть причина Что они не знают О том что Например в гугле Те карты Которые они скрывают Там с намного Лучшим разрешением Чем у них там Лежит в архе А двухтысячка Есть там По 20 гривен На Петровке И любой студент Тоже там в архиве В своем компе имеет Я собственно Перехожу Вот к самому главному К своим любимым Идеям Они все простые На мой взгляд Это идеи города Так вот идея В данном случае Про секретность Она Презумпция открытости Выглядит процедура Таким образом Собираем все Что секретным может быть Утверждаем его Прячем А все остальное Что мы не спрятали Вот это точно должно быть Открыто И всем видно Очень близкое понятие Прозрачность По импортному Транспарантность Как модный Социальный тренд Поднимаешься на рейхстаг И видишь заседание Бундестага Через прозрачное стекло Вот это Транспарантность А вот Тарас Прухацкий Еще Буквально В последнем номере Тыжде Написал вот такое Что У нас прозорости Не люблять У нас дается Педозривая И небеспечная Но это про причины А цель такая Весу простая идея Доступность Тоже в общем близко Доступность Это не только Про это Что нельзя попасть Вот этим Бабушкам Девушкам Или там Мамам Беременным Это все правда Это тоже про доступность Это так у них Вот делать Чтобы можно было Обойти В Венеции Я как-то показывал Это Город памятники И то нашли способ Это тоже там же В Амстердаме В Осло Вот доступность есть Так вот Доступность это еще Чтобы можно было попасть Вот как вы здесь видите Театральное фойе Снохеты В Осло Сюда практически каждый В течение всего дня Можно зайти Беспрепятственно И вот Отопыриваться здесь В крутейшем интерьере Даже вот зал Зал торжественных церемоний Где Нобелевскую премию Присуждают Тоже открыт Даже секьюнити Не видно Особенно мне нравится Это фото Это Ричард Мейер В Гааге Городская ратуша Для себя Даже не замечаешь Совершенно незаметно Заходишь в интерьер Вот этого Снохсшибательного Пространства Пустоты Здесь можно просто Приятно провести время Но самое главное Что Вот этого слова Которое тоже Про совок Вот советы у нас Там архитектурные советы Градостроительные советы Еще много советов Вот у нас советы И есть советы Не нужны нам никакие советы А нужна персональная ответственность Поэтому Одно окно О котором вот такое На слуху Может вы такое слышали Вы такое не видели наверное здесь Она тоже достойна Простой идеи Чтобы человек Вошедший в эту ратушу Вот подошел к этой тете И все что Его интересует Про государство И муниципалитет С ней Влеснул Если мы говорим Про АПЗ например Как интегрированный документ В котором Все собрано Что тебе нужно знать Про город и государство То ты в нее же Это заберешь И тебе не надо С двери в дверь Ходить и взятки разносить Вот вам Наивное заявление Вообще многие вещи Простые Они наивные По детски Ну это открыться Мировому опыту Что это такое Мне кажется Я бы позволил себе Такое может быть Детское заявление Что если что-то Хотите поменять И вы не обратились Вот к этому Мировому опыту Ну скажем Притащить кого-то Живого Или на расстоянии Этот опыт Использовать Ничего не будет Цитирую Недавно Тео Хобин Есть у нас Такой друг Из Роттердама Вот он напомнил Еще пару вещей Классных Кстати предыдущее Напоминание Тоже от него Мне запомнилось Так вот Про миссию архитектора У нас же архитектор Профессионал Это значит Той человек Как я вам сейчас Стоит у доски Рассказывает Что делать надо А он говорит Не неправильно Сходи в зал Садись за стол И там объясняй Что тебе делать Классно Или идея города Такая От него же Собственно Тео уже В команде Дэдсуар Техонт Тоже в Роттердаме Еще у них Пару офисов Есть по миру Вот они говорят Я надеюсь Они будут привлечены К проектированию Нашего города Теперь Так вот Идея Динамического Генплана Динамический Мастер план Супер Казалось бы Просто и неожиданно А суть в том Что не надо Нарисовать В свой проект Потом Суперся в ногтями Чтобы никто Тебе там Не поломал Это твое детище Нежное И потом Пока ты не помрешь Будешь его отставить Не про то Схема Схема про то Что у тебя на каждом Срезе Когда этот проект Как-то проходит Проходит экспертизу То ли заказчику Сдается То ли временем Проверяется Он способен На вариантные решения Очень классно Ничего не придумали Круче С точки зрения Поиска И нахождения Качественного решения В архитектуре От ОМА Еще дня раз Висел на стенах Он подходит К этой карте И говорит А где у вас Центр места Центр города И я ему показываю Единичка Это как раз Первая планировочная зона Конечно Он ее показывает Там центр А он Наивный вопрос Задает А что не тут А теперь Это стратегическая Инициатива Она вроде Зло берет Но Классно Что вошло В какие-то планы Но Наивный вопрос Есть идея города Собственно Идея города Какая Она же Вот тут Самая важная Картинки нет Смотреть Неинтересно Смысл Для меня Очень важно Записан Приходится Говорить Банальные вещи Какие-то В чем Специфика Нашей ситуации В Киеве Других украинских городах Все ходят Все крутые пацаны Они же живут На Печерске Или на Липках Два варианта есть Там по 20 тысяч За метр продается Когда вдруг У государства Появляется Возможность Улучшить город Как-то Все сюда же идут Значит Что надо благоустроить Алина Слава Если кто-то знает Где Алина Слава Находится Это очередной Шредер Милецкого Возле гостиницы Салют Собственно На мой взгляд Это единственное место Такой Шикарный образец Ландшафтной Ландшафтной Архитектуры Так вот Там надо обязательно Поставить памятники Каким-то героям Значит Все эти идеи Благоустройства Они сводятся К тому что Так Посмотри Тут кайфово На правом берегу Развернулись И пошли туда Где плохо Про то думают все Поэтому Выравнивать Качество жизни Вот это Святейшее дело Для города Чтобы все Как-то чувствовали Людьми Но для этого Если так перейти Позволю себе Профессиональный Клич Такой кинуть Центробежное Развитие Нужно Нашему городу Чтобы город Развивался На периферии Нужно вынести Административный центр Деловой центр Коммерческий центр Так все делают Ну тут все просто Площади надо отдать Пешеходам Это Барселона Копенгваген Хельсинки Везде нужно гулять Тут гулять нельзя Что надо сделать Если мы сейчас Вот мы поиграем в игру Немного времени Чего тут нету Все есть Вот тебе позволю Со своим Тезисом Про минимальность Средств Синим покрасить Это слово Сильно нравится Мне оно Тоже идея города Вот как раз Картинка Чем больше Такое Видишь Чем больше Синим Хочется красить Нету свободы Никакой Я люблю Публичный Простер Тротуары Нужно Повернуть Хельсинки Это что-то В Германии Это у нас Очень важный ориентир По приоритету Кто тут главнее в городе Тоже идея Человек Главнее всего Потом за ним Человек на велосипеде Потом В общественном транспорте Ну и наконец В личном транспорте Ничего нового Вот так вот Первый победил А лучше было бы Еще человечка Там приподнять На ступеньку Ничего нового А делать Никто не делает Вот если Как-то Сергей Целовальников Слышал Ну чего бы После меня Оставить Это он рассуждает И Почему Он говорит Вот если бы Транспорт решить Полностью Мне очень близка Эта идея Если так Сосредоточиться На чем-то одном Конечно Про транспорт Надо думать Транспорт Это то что Движит Как любой организм Это то что Движит Обменом веществ Нет обмена Нет организма Так вот Транспорт А что в транспорте Опять ничего нового Не придумаем Вспомним только Пенеоз Хватит его одного Сколько надо Пешеходного пространства Человеку Много не бывает Делайте чем больше Тем лучше Это оптимальная ширина Наших публичных пространств А какой транспорт нужен Нужен общественный транспорт Любой Который людей Перевозит Большими автобусами Лучше электричками Поездами Но по этому Вообще не приходится Слышать У нас Про это не говорят Все дороги Как шли через Населенные пункты Так идут А нужно их Обносить Как-то я приехал В Киев Только Это уже Девять лет назад Было И гуляли мы Шли по делу В Киевпроекте Я как раз Застал там Выставку Перспективы Развития транспорта Там выставляли И случилось Мне задать вопрос Опять же Наивный Человек Который Эту перспективу Придумал Я говорю Ну вот Много вокзалов Каких-то Я вижу По Киеву Раскидан А зачем Мне предлагать Почему Не в один вокзал А он отвечает Тоже у них Вот у них Смотрите Как Там Такси есть Автобусы Электричка Электричка Это интегрировано В городское метро Вот вам и счастье Идея города Прекрасная Новые виды транспорта Конечно надо Еще одна Универсия Которая Специфична Только для нас Если о Киеве Говорить То Люди живут У нас внизу Вот эти Подземные центры Торговые В то время Когда Манежная площадь Московская Уже всем показала Что это плохо Не надо так делать Мы только начали Строить свой Майдан А теперь По этому сценарию Хочет развиваться Европейская Львовская Контрактовая И другие Площади тоже А надо Людей сверху Оставить Транспорт Подземную Засунуть Вот так Подземленность Ходить там Тоже надо Те люди Которые влияют На принятие решения Они же подземленно Не бывают Никогда А Куда только Пусти торговлю Она тебя Там Вот тебя В базов Такой Загнали А она Я там Ловит И там Было 6 метров Расчетных Ширины Чтобы ты ходил А теперь Там осталось Например Два В некоторых местах Тот что рассматривает Чем там торгует Оставляет за собой За спиной Уже один В моем городе В моем городе В котором Есть идеи Мои Там Конечно Надо парковаться Для желающих Особенно Злых Если тут Такие есть На раздаче На столике Регистрации Вернее На регистрации В вестибюле Можете Набрать Вот такого Это для того Чтобы клеить На машине Если вам не нравится Где они стоят Если вам показалось Что они на тротуаре Или там Где вы должны ходить А паркинги Парковки Могут выглядеть Вот так Или так Можно наконец Найти Дырочки В застройке И не обязательно Там строить Новый магазин Или если уж Ничего этого Нельзя сделать Тогда давайте Хотя бы Цивилизованно Припаркуемся С одной стороны Вот совсем просто Новые и старые площади Даже самые исторические Самые Которые там Античные Городам Под площадями Делают Паркинги Вот это Мавпорта Вот там Низу Паркинг А это Мадрид И все Старичие А это Норвегия Берген Тоже Паркинг Внизу А это Уникальный Случай Собственно Он нормальный Уникальный Для нас Привокзальная Площадь Сейчас Каждую Свою площадь Привокзальную Вспомнить И сравнить А вот Перечислил Когда я еду В Днепропетровске Или Харьков И все 6 часов Мне показывают Какое-то порно Я могу его не видеть Но не слышать Не могу Можно вот так Как делают Там Наушнички Раздают Даже разовые Реклама Не должно быть Собственно С рекламой Тоже все просто Очень простой Тоже может быть Спорный Если вам не нравится Можете поспорить Но у меня Есть убеждение А сколько Надо рекламы А я вам отвечаю Реклама Аморально Любая Если вы скажете Что есть Один процент Реклама Которая У вас Не уговорит Какое-то Дерьмо Купить Или за какую-то Владость Проголосовать Есть один процент Реклама То это Правило Только Исключение Такое правило Подтверждает Поэтому Реклама Аморально Не может Делать Никакой рекламы Да Вот это Мой город Без рекламы Еще очень Простая Вещь На которую Знаете Вот прилетели Откуда-то Ну может Быть вам Привычнее А тем Кто у нас Прилетает И он сразу Попадает Вот в это Там стоят Бомбилы А такси Нормального У нас Надо только Местные Знать Где его искать Номеров У них нету И они Попадают Вот к ним А в вашем мире Такси выглядит Одинаково Полоса Под навесом У терминала У терминала Я сейчас про терминалы У любого Транспортного терминала По крайней мере Одна машинка Подъехала Высадила человека Ей деться Никогда Она уехать не может Вот она Едет дальше Подбирает Следующего Просто Унифицировать Мога Это дело И сразу Газ не будет Разводить Вместо 100 гривен Вы 500 Не будете платить Вот это качество жизни Нормально будет На какое-то время Еще есть Вещи спорные Я вам не буду предлагать А простые Пожалуйста Нужно ли Вернее вот А какое освещение Фасадов Нужно делать Если вы сталкиваетесь С людьми Которые вам хотят Светильники продать Они вам обязательно Широкий ассортимент Предложат Никакого Не надо освещения Фасадов Это Венец А сам Марко Отчего я вижу Тут какие-то Какой-то свет Это свет Это свет Который под ноги Светит Чтоб нос Не набить И вот Такой мягкий Свет Если уже Совсем честным Быть Они тоже Дураки Не забыли Они не подсветили Палаццо Дожи Или Сан-Марко А им нравится Когда в нюансах Синенькое Красненькое Не переходит По фасаду А вот Паладо Любимый Посмотрите Тоже Там Еле освещено Может даже Не освещено Случайно Получилось Это эффект Фотоаппарата Тоже Никакой Подсветки Нет Это Швейцария Все Тоже Снохета Вы видите Даже фонарей Никаких Нечего Светить Хельсинки Берген Это Испания Вот Самая Любимая Картинка Моя Которая Посвящена Освещению Фасадов Вот Тогда Можешь Это Почувствовать Когда Его Нет Но С этим Должен Догадывайтесь Тоже Просто Сколько Должен Быть Киосков Тримчасовых Спорит Нисколько Правильно Сколько Это Должно Быть Вот Люди Слева Видите Мы же начали Со Счастливого Города Что такое Счастье Самые Счастливые Города Там же Рейтинги Отличаются Чем Кто как Вопрос Поставил То Что я вам Показывал Там Представлены Результаты Исследования Наиболее Престижных Агентств Которые Много Критериев Вставили В том числе Те Которые Понятны Про бабки Про счастье Про работу Там есть Но только Про счастье Если так Задать А вы счастливы Вот там Из 10 Победивших 9 Латиносов Побеждают Это так На всякий случай Но Вот эти Хорошие Люди И на Майдане Значит Что-то там С Майданом Нету У них же Дело А вот это Оставил Не знаю Зачем Не смог Выкинуть Наверное Напоминаю Просто Что надо Делать И я на этом Не особо Останавливаюсь Но вообще В процессе Думания Если бы И вам Из всех Своих Идей Сказал бы Что надо Делать Что Главнее Всего Ну Да Чиститься Надо Вот Эта же Тема Она Прямое Продолжение Тезиса Предыдущего Потребительская Культура Это Чтобы Туда А Про это Никто Не думает А Это Очень Важно Потому Что Обмен Организм Город Организм Обмен Веществ Если Туда То И оттуда Надо Вообще Нет Туалета Давайте Туалеты Сделаем Не надо Говорить Где у нас Где они Не у нас Вот это Слово Еще Любимое Мною Опять же Евгения Ас Вспоминаю У него Про это Есть Статья Отдельно Советую Почитать Прекрасная Вещь Очень Леткие Снима Когда Ничего Нет Казалось бы Чисто Красиво Зелененькое Все Не так Как Сейчас Или Зимой Нету Пустоты И Еще Красоту Сделали И Забрали Пустоту Вот Отдельно Я начал Вспоминать Где у нас Киеве Пешеходные Улицы Их же Нет Это Страшно Надо Делать Но Если Так Не Получается Полностью Закрыть То Хотя Б Наполовину Важное Слово Для Городской Идеи Чтобы Было Настоящее Надо Настоящее Любить Вот Такое Например Поковерканное Старое Если Мы Про Старое Говорим Вам Очень Трудно Обратите Внимание Если Вы Димите Скамейку Там Увидите Покрашенную Расскажите Мне На сайте Мэйвес Бетон Венеция Мирозы Вот Если Вы Думаете Что Это Село Какое Нибудь Ну Может Оно И Село Вообще Это Очень Престижный Район Кёльна Это Крайна Кёльна Это Даже Я бы Сказал Городская Граница Кёльна Очень Достаточно Дорогой Город Вот Так Вы Город И Гораница Его Бордучика Даже Нет Люди Топчутся По таким Неудобным Дорожкам И Балдеют От Этого Платят Много Денег А Граница Между Городом Тоже Центр Городов Показывают Хоть Амстердам Хоть Ювязкеля А Очень Похоже Даже Сказали Что Одна Та же Картинка Надо Одну Выкинуть Чтоб Не Утомлять Вас А Это Валенсия А Это Возле Городи Очень Похоже Но Надо Одеть Туалет Одевая Пирожки Ничего Нету Вообще Веселить Никто Никого Не Веселит И Пунктов Проката Нет И Памятников Регионам Областям Тоже Никто Не Предлагает Просто Пусто Там Камыш Через 200 метров От берега Вот Это Высший Пилотаж Это Настоящая Идея Городская Это В Цюрихе Народ Просто Подошел К водичке И так Оттокуривается В Обеденный Перерыв А тут Барвока Не работает Там Вода Внем Доступ К воде Кстати Я не думал Про это Точно Смотрите Как Сайф Пало Вот А вот Это Красиво Но Воняет Я не могу Не остановиться Не получить Удовольствие Закончу Этой картинкой Идею Вернее Тезис Собственно Идею Про Настоящесть Стоит ли тут Не из того Сделано Не такое Бэтмен Все точно знают Что этого там Не было Вообще Когда-то Если это Про памятник А людям Нравится Фотографируется Вот Не буду Вам сейчас Зачитать Чтобы вы Заучили Но это Цитата Из очень Важного Документа Если мы Говорим Про Реставрацию Есть у меня Отдельная Лекция Про Новосторе Надеюсь Когда-нибудь Но Вот это Очень Важный Тезис В 1931 Году Была Финская Хартия Про Реставраторов Потом В 1957 В Париже Конгресс Обсуждал Похожие Мысли И Наконец Венецианская Хартия 1964 Года Они Такое Написали И до сих пор Это любят Как американскую Конституцию Нельзя Ничего Восстанавливать То Что Вы Видели Просто Это Плохой Вкус И Кургуты Только Это Дел Желобье Это У нас Из-за Такого Организма Вот Такой Сейчас В связи С этим Я Показываю Эту Картинку Напомнил Для Того Чтобы Это Новое Сказать Вот Мы Сейчас Косметолог В кабинете Вот С тем Толстом А Давно Пора Перейти К Диетологу Можно Еще Терапевту Потому Что Там Потом Хирург И Вот Интересная Ситуация Значит Если Кто-то Внимание Обратил На Что-то Хорошее Например Андреевский Спуск Сделать Обязательно Испогамина Будет Вот Если Видят И Начнут Что-то С этим Делать Я Бывал На Андреевском Сразу После Реконструкции У меня Устойчивое Ощущение Что Там Были Кирпички Что-то Разломано Но Настоящего Была Куча Туда Все Шли А Потом Как После Аборта И Там Теперь Только Безалковальное Пиво Пить И Резиновых Теток Продавать Ничего Настоящего Нет Все Запомадили А Вот То Что Видно Не Доделано Там Пленочкой А Все Красиво Ничего Живого А Потому Что Ненастоящая Про Леву Славу Я говорил Крайка Может кто-то Помнит Значит У нас Два Конкурса Было Которым Мы Имели Отношение За последние Годы Это Крайка Это Путь Который От бабы С мечом И По Крайке Крайке С видом Туда Вдаль Вдоль Схылев Вдоль Воскрепещади Так Вот Идея Была Какая Она Точно Не про То Чтобы Застроить Это Идея Была Просто Сделать Так Чтобы Человек Мог Беспрепятственно Идти Пешком Гулять По Этой Траектории Там Есть Разрывы Красненькие Киевляне Знают Их Нужно Как-то Устранить И Если Где-то Надо То Сделать Так Чтобы Человек Мог Идти Комфортно Туда Навстречу И Еще Чтобы Велосипеды Тоже Там Могли Ездить Вот И Все То есть Провели Конкурс Потрясающий Талер 301 Колумбийский Победил Вот Это Фрагмент Из того Что Надо Было Делать А Потом Кто-то Это Полюбил Наверху Все Обрадовались Мы Даже Не Ожидали Что Это Может Так Срезонировать И Сейчас Это Имеет Продолжение Это Не Вся Территория Сейчас Проектируется Насколько Я Знаю Но Так Отголоски До Это Еще Колумбийцы Это Еще Одна Часть Была Составляющая Их Проекта Победившего Вот Такие Зеленые Широкие Мосты Которые Позволяли Вот Этой Девочке Ножки В воду Макнуть Очень Важное Свойство Супер Красивая Идея Даже Всем Понравится Только Про Это Сейчас Не Говорят А Про Дорожку Говорят И На Сегодня Дорожку Это Фрагмент Из Генплана Я Ничего Плохого В генплане Не вижу Но Если Туда Посмотреть Вправо Для Тех Кто Хорошо Видит Там Написано Музей Культурный Центр Аттракцион Колесо Потом С Четвертого По Пятнадцатый Вот Это Уже Стройка Потому Что Это Заклад Громадского Харчевания И Это Не Тенд Я Тоже Думаю Что Это Не Тенд Это Что Там Строить Собирается А Потом Опять Шестнадцатый По Двадцатый Заклад Обслуговывания Велосипедистов Это Тоже Не Тенд Я Подозреваю Потом Музей Криньского Руси Паркинг Паркинг Спа Салон Фуникулер Центр Обслуговывания Сигвей Что Тоже Пугает Потому Что Ведь Мне кажется Что Надо Сделать Что Пешеходы Комфортно Ходили Там Велосипедисты А если там паровозик едет На котором собираются Возить кого-то И не один Вы там не сможете Комфортно Это будет как покрещать И уходить Сейчас Боятся Ру тебя задают И уж тем более Если там Сигвей Будут Рассекать Так вот Я просто Опасение Такое Мое Основанное На предыдущем Опыте До сегодняшнего дня Что это просто Повод Для того Чтобы тут Много построить Так у меня Возникает Идея Вот такая Второе Рассключение Если я позволю Тут в красном Теперь Может это надо Мораторить Может надо запретить На какое-то Количество лет Мораторию На строительство На строительство И ничего не строить Пока Цинизма Поубавится Тут Порвеном Последним словом Написано Про нее Много говорим Я очень верю Что там строить Не начнут Это сейчас Вот приблизительно Так выглядит Территория Может надо Законсервировать И с этой идеей Многие профессора Иностранных Которые приезжают И смотрят Что делается Они На вопрос А что надо делать Они говорят Не делайте Ничего Вам сейчас нельзя Вообще Ничего давать Потому что Самое главное Не навредить Потому что Город Как организм Он способен Самовосстанавливаться Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...